Дорогие братья и сестры, скажем слава нашему Господу. Я читаю местописание, мы порассуждаем и будем молиться нашему Господу, нашему Богу. Первая книга Царств, 16 глава, я буду читать с 4 по 7 стих. Первая книга Царств, 16 глава, с 4 по 7 стих. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь, когда пришел он в Вифлеем. То старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли приход твой? И отвечал он, мирен, для жертвоприношения Господу пришел я, осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иесея и сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елеава, сказал, верно, сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Слава нашему Господу, друзья! Хотел бы назвать тему своей короткой проповеди «Позволь Господу заглянуть в свое сердце». Позволь Господу заглянуть в свое сердце. Мы знаем эту историю, друзья, когда Самуил пришел в дом Иесея, и Бог, Он повелел, сказал Самуилу, чтобы из этого семейства, из этих сыновей был выбран царь взамену первому царю Саулу. И перед ним был первый этот сын, Елеав. И для меня, например, когда читаешь это местописание, думаешь, Господи, вот такая характеристика была дана Богом, вот этому сыну Елеаву, говорит, я отринул его. Не знаю, как в украинский там, по рекламе написано, Виткенов, может, я не знаю, я не дивился. Но в русском переводе «отринул», «отринул» значит «отверх», поставил в сторону, не хочу иметь с ним никакого дела. И знаете, друзья, и дальше Бог, Он говорит Самуилу такие слова, говорит, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а я смотрю на сердце. Знаете, друзья, когда я готовился к этой проповеди, мне один интересный такой пришел пример в голову. Думаю, какой пример можно привести? Знаете, друзья, кто знает, что в Китае самая развитая система видеонаблюдения, система распознавания лиц, faith, identity, identify, или как правильно сказать? Да, Толик переводит для меня. Распознавание лиц, самое-самое, скрыться практически нереально. Если ты в городе или еще где-то в таких местах, ну, общественных, не в горах, не в горах, но в таких общественных местах, скрыться практически, ну, ты не скроешься. Если человек совершает какое-то или преступление, или тебя правительство, government хочет найти, друзья, это, ну, обязательно тебя найдут. Там камеры следят и расставлены повсюду. Знаете, друзья, и насколько бы эта совершенная система не была, но Слово Божие говорит, что очи Господа, смотрите, друзья, очи Господа, они обозревают всю землю. Не просто какой-то там Китай, или какую-то там Москву, или где-то еще-либо, или там в моле здесь, или еще у нас на работах расставлены камеры. Друзья, очи Господа, глаза Господа, друзья, они обозревают, они смотрят на всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу, вполне предано Ему. Аллилуйя! Слава нашему Богу! И позволь Господу взглянуть прежде всего на мое. Все, Господи, я хочу, чтобы Ты взглянул или посмотрел на мое, если Твои очи обозревают всю землю, как Ты смотришь на мое сердце, в первую очередь на мое сердце, какой я пред Господом. Знаете, друзья, когда готовился, я так задал себе вопрос, Господи, а как Ты смотришь на меня? И когда я задал этот вопрос для себя лично, знаете, Бог начал проводить. И в течение недели я смотрю, и там не так, и там не так поступил, и там не так сделал, и, Боже, прости, и, Боже, я каюсь. Знаете, мы все, написано, много согрешаем, ну все мы много. Но хорошо, когда мы вовремя делаем такую остановку в нашей жизни, говорим, Господи, прости, Господи, очисти, Господи, освяти. Знаете, друзья, вот это правильная реакция. Знаете, если уже мы ничего не делаем, так, наш, такое, беспечие, раз, пропустили. Бог смотрит, Богу даже не нужны слова. Поверьте, друзья, Богу даже не нужны слова, Он просто посмотрит. И если совесть наша, она не сожженная, если совесть наша, она говорит к нашему сердцу, друзья, она будет работать. Я думаю, вы согласны со мной, правда? Она будет работать. Знаете, еще один интересный такой пример, кто за, ну, когда наши дети были малые, ну, малые дети, и мама, например, или отец, или мама говорит своему ребенку, слушай, ты же поранился, кровь течет, да, я посмотрю на эту ранку, да, да, я посмотрю. Какая первая реакция ребенка? Не дам. Не дам. Не дам. Все нормально, все хорошо. Да, да, я промою, да, я посмотрю, может быть, там нужно зашить, может быть, там нужно что-то обработать, может, каким-то санитайзер, ну, дезинфицировать ее нужно, чтобы инфекция не попала. Не дам. А почему? Больно будет. Больно. Не дам. А такая первая реакция, знаете, друзья, человека, когда Бог смотрит, знаете, хорошо, когда мы, на, Господи, на, на, вот мое сердце, на, смотри. А первая реакция бывает, не дам, закрою, не дам. Знаете, а Бог хочет проникнуть в наше сердце, а Бог хочет проговорить, а Бог хочет, знаете, друзья, сделать свою работу там. Знаете, друзья, есть интересное такое, хотел бы выделить такие, мне несколько моментов, буквально коротко несколько моментов. Почему важно, чтобы очи Христа не заглянули в наше сердце? Для того, чтобы нас осудить? Бывает, я не согласен с этим, возможно, в чем-то, да, но я вам скажу, не для того. Знаете, друзья, я не буду читать эти места Писания, мы все их прекрасно знаем, Иоанна, 8 глава, например, 10 стих. Мы знаем историю, когда ко Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, да, взяли женщину в прелюбодеянии. И говорили, учитель, по закону таких нужно, ну, камнями побивать. Ты что скажешь? Он писал по земле, да, на земле писал. И говорит такие слова к этим окружающим его людям. Говорит, кто без греха? Первый брось в нее камень. И говорит, начиная от, кажется, от старшего до большего, от старшего до меньшего, я не помню точно, но кажется, от старшего до меньшего, побросали свои камни и ушли. И Христос поднимает свои глаза на эту женщину и говорит, женщина, а где твои обвинители? Тебя кто-то осудил? Она говорит, нет. Он говорит, и я не осуждаю тебя. Иди и больше впредь. Знаете, что такое русское, старое, старое русское слово? Впредь, это как вперед. Знаете, вот больше, когда ты будешь в твоем будущем жить дальше, больше, больше не греши. Друзья, что было? Давайте вот так перенесемся на этих больше, чем 2000 лет назад. Туда сядем возле Христа, не знаю, на чем он сидел. Но вот так, может быть, туда прямо на землю. И вот так посмотрим на глаза Христа. Что было в глазах Христа на тот момент? Было прощение. В глазах Христа на тот момент было прощение. Друзья, и я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши. Друзья, в глазах Христа не только в глазах Христа есть и осуждение. Поверьте, друзья. Написано, очи Его, как пламень огненный. И действительно, друзья, они жгут. Они осуждают. Они жгут. Но, друзья, когда мы приходим ко Христу, и в раскаянии, и в плаче, и говорим, Господи, да, вот я такой, у меня так получилось, вот так произошло. И я не осуждаю тебя. Идет прощение, друзья. Когда мы неупорны. Знаете, друзья, есть люди, которые ожесточают свое сердце. Другой вопрос. Но когда идет покаяние, когда идет смирение пред Богом, друзья, и очи Христа, они наполнены прощением. Знаете, второй интересный такой момент, который я рассуждал. Ко Христу подошел богатый юноша. Богатый, не бедный. Я думаю, что довольно имел возможность, если написано, что богатый, значит богатый. Вот. Подошел богатый юноша и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он говорит, ты знаешь заповеди? Он говорит, я с детства их исполняю. И он говорит, что Христос сделал? Он написано, взглянул и полюбил. Он взглянул и полюбил. Что было во взгляде Христа? Друзья, во взгляде Христа. Не было какого-то осуждения. Вот ты такой-сякой богатый. Вот ты держишь свой капитал только у себя дома, никому ничего не раздаешь. Он не сделал так, друзья. Написано, взглянул и полюбил. В его взгляде была любовь. В его взгляде не было осуждения. Не было. В его взгляде была любовь. То, что учит нас, друзья, что... Если я хочу преображаться в образ Божий, в образ Христа, если я хочу смотреть на других людей глазами Христа, в нашем взгляде должно быть прощение. В нашем взгляде должна быть любовь. Он полюбил. Он полюбил. И говорит, пойди, раздай то, что ты имеешь, приходи и следуй за мной. Это был экзамен для этого юноши. Возможно, ему не нужно было вот сейчас вот бежать, раздавать это все. Не знаю, как, что. Но, возможно, при какой-то ситуации ему нужно было, возможно, открыть свой банк-аккаунт и чем-то поделиться, что-то раздать. Я не знаю. Бог хотел ему сказать что-то? С любовью. Бог хотел ему сказать с любовью, позволь Христу заглянуть в свое и мое сердце, в твое и мое сердце. Господи, что ты хочешь для меня сказать? Что ты хочешь для меня сказать? Знаете, друзья, еще один интересный такой момент. Я хочу открыть 50-й Псалом. Я не буду долго проповедовать. Я думаю, что мы понимаем, что хочет Господь сказать. 50-й Псалом. Но перед этим хочется сказать еще одно такое место Писания, привести для всех нас. Друзья, когда апостол Петр, ученик Христа, сидел возле костра и смотрит на Христа, когда Христос, он находится связанный, когда Христос находится среди этих воинов, в этой притории, и сидит возле костра и греется, и смотрит на Христа, и подходит к нему, служанка спрашивает, еще раз подходит, другие три раза, да? И ты был с Галиле... И ты был с этим человеком. И твоя речь обличает тебя. Не ты, и ты галилеянин. Ты был с ним. И Христос три раза. Нет, я не знаю. Я не знаю этого человека. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я не знаю. Друзья, Христос мог бы сказать, эх, ты, Петр, ты предатель. Знаете, вот ты предатель. Ты взял и предал меня. Друзья, а Христос просто поднимает на него свои глаза. Что происходит в сердце этого человека? Выбегает. Он просто выбегает. И просто плачет. Не нужно даже слов. Никаких слов не нужно, друзья. Он выбегает и плачет. Господи, прости меня. Мы знаем дальше покаяние Петра, правда? Когда уже там на берегу этого моря галилейского, или генисарецкого этого озера, он, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Он переосмыслил всю свою жизнь. Этот взгляд Христа, он перевернул всю его жизнь. Господи, переворачивает ли Твой взгляд, Твои глаза, мою жизнь? Хочу ли я иметь вот те же очи, которые имел Ты, преображаться в Твой образ? Хочу ли я? Знаете, друзья, еще один такой момент. Книга Псалтыр, 50-й Псалом. Давайте сначала прочитаем. С первого стиха. Начальнику хора Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Ферсавии. Третий стих. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты правилен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Ибо я в беззаконии зачатой, во грехе родила меня, мать моя. Вот Ты возлюбил истину, и сердце внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне Божие, и Дух правый обнови внутри меня. Знаете, друзья, я сейчас не буду читать этот весь псалом. Возьмите дома, вот так, возьмите, прочитайте его. Насколько Давид понимал, что очи Господа они смотрят на Него. Он понимал, милость отнята. Он понимал, радость спасения потеряна. Он понимал, друзья, почему он это видел. Потому что очи Господа смотрели на Него. Тебе, Тебе единому согрешил я. Вот те очи, которые как пламень огненный, они смотрели на Него. Вот те очи, которые обозревают всю землю, они смотрят прямо в Его сердце, и они выжигают это все. Позволь Господу, позволь заглянуть в Твое и Мое сердце. Они сделают там работу исцеления. Знаете, уже в 146-м псалме, это уже почти конец книги Псалтыри, 146-й псалом, написано так, третий стих, Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Он исцеляет сокрушенных сердцем. Когда очи Господа смотрят в Твое и Мое сердце, происходит исцеление. Происходит исцеление. Друзья, такая интересная мысль пришла дома, когда тоже сидел, думал, рассуждал, что есть условия, есть такое интересное условие. Очи Господа, они будут тревожить сердце только при одном условии. Когда сердце наше, оно расположено, когда совесть, друзья, она работает, когда совесть сожжена, никакая работа, никакие глаза Господа, они ничего сделать не смогут. Как бы Бог там ни говорил, что бы Он ни говорил, у нас всегда будет оговорка. Я прав. У меня все хорошо. Пускай на других смотрят, пускай другим говорят, а мне не надо. Знаете, друзья, я такой пример подумал просто, что если машина не реагирует на наши, знаете, манипуляции, если машина наша, на которой мы ездим, каждый из нас ездит, у каждого, практически у всех, у нас есть своя личная машина, правда? Почти что. Вот. И смотрите, если машина, в которую мы сели, не реагирует на наши манипуляции, то что-то случилось, правда? Если наша совесть не реагирует на глаз или на очи Господней, друзья, что-то произошло, что-то произошло, или я уже совсем сгорел, или, знаете, совесть сожжен в совести своей, не работает, все, сердце закрыто, как ребенок, который отворачивает, забирает руку свою от матери, нет, я не дам тебе руку свою, чтобы ты посмотрел, чтобы ты посмотрела, я не дам, пускай лучше кровью истеку, пускай лучше умру, но тебе не дам. Друзья, какая реакция наша? Позволяю ли я Господу заглянуть Богу в мое сердце? Сердце чистое сотвори во мне, Господи, и Дух правый обнови внутри меня. И тогда вернется радость спасения. И тогда, друзья, Бог будет делать работу свою. Тогда мы будем, друзья, говорить, милости Твои, Господи, в рот и рот. Твои милости. А если нет? Друзья, о какой радости можно говорить? О каких милостях можно говорить, друзья? Пускай Бог благословит каждого из нас. Пускай наши сердца, они будут открыты для любви нашего Господа, для прощения нашего Господа, для работ, даже если осуждает. Друзья, это драгоценный елей. Написано, мы спевали псалом, что слово Божие для мене елей, да? Оно елей для меня, друзья. Один пророк говорит, Бог говорит пророку, возьми свиток, и что сделай? Съешь его. Возьми, ну, пророческий. Съешь. Говорит, в устах твоих будет сладко, да? Не помню, подскажите там. Сладко, да? Но горько потом будет, да? Если я не ошибаюсь. А? В чреве будет горько, да? Но потом в чреве будет, ну, в животе, будет горько. Почему, Господи, почему тут будет сладко, а тут будет горько? Друзья, слово Божие живо и действенно. Правда? Оно проникает до разделения души, духов, состава, мозгов. И что дальше? Мы часто, бывает, не любим этого. И судит. Помышление и намерение сердечное. Оно судит. Не просто так, друзья. Просто вот послушали, такие вольные слушатели и ушли, и все, и дальше живем просто беспечно. Нет, нет. Бог хочет смотреть на наше сердце. Пускай Божье имя будет прославлено. Субтитры создавал DimaTorzok